привет снова здрасте с нами с вами всем привет с вами снова я ольга романова или ромашка и мой канал училка физкультуры в эмиратах идем гулять и разговаривать с вами сейчас всего лишь плюс 40 вечереет по такой жаришке я уже привыкла гулять вот смотрите как у нас ну в принципе неплохо так зелено песочек пустынька о чем мы сегодня поговорим я вам скажу так надо ли знать английский когда едешь на работу в эмиратах надо ли узнать ну в принципе конечно надо особенно хорошо если ты переводчик если ты учитель английского а вот другие сферы послушайте как это было у меня ну сначала скажу вам сразу как я учил английский учила его с младших классов школы учила учила до 4 класса потом учителя поменялись и мнение учета перестали нравиться не люблю ли учителей таких которые забивают студентов не помогают не поддерживают короче честно учителя были у нас вообще вот дислайк вот такой вот дислайк огромный и бросила я учить английский вот такая вот глупость но что вы хотите ребенок все черно-белая или черная или белая вот дальше когда я стала путешествовать аж 2009 году в таиланде я поняла не знаю языка не пообщаешься с людьми ну действительно вот люди из новой зеландии мы знакомимся класс а все что я могу сказать что yes you country is very green что за ёпта стыдно вообще как вот так вот и решила я приехать и учить английский вообще такой человек если что решила я буду делать стрелец дракон ну таки пишите в комнатах а кто вы по гороскопу вот видите сзади немножко мусора что-то выносили что-то выкидывали ах люди иногда такие люди так вот решила приехала вернулась киев и пошла на курсы английского классные курсы кстати повезло american english классные рекомендую плюс еще там подобралась такая группа мы все попали на второй уровень там 1 2 3 4 5 6 уровень 6 самый крутой ты уже выпускаешься мы как-то все сдружились нас было человек 15 там вот 10 точно мы дружили мы ходили в боулинг мы так вот занимались мы так хотели знать английский вот вам лайфхак если вы не полюбите английский вы не захотите его учить вы его не выучите просто в мозги себя положите я хочу выучить английский я его выучу тогда да тогда скорее всего вам повезет и вы действительно его выучите так вот у нас повезло был хороший носитель английского на нашем курсе и была хорошая училка английского тина тина теоприт если смотришь вот мы до сих пор все дружим общаемся на фейсбуке и с american english я прошла второй третий четвертый уровень а надо сказать каждый уровень идет 6 недель довольно таки строгий экзамен неделю отдыха и дальше начинается другой уровень и мы так боролись старались дать этот экзамен и пройти уровень чтоб пойти дальше и пройти все вместе мы так дружненько учились но вот четвертый уровень я закончила а дальше уже началось лето 2010 у меня были путешествия я поехала сначала в прагу потом в тунис и потом была моя важная поездка в канаду я практиковала мой английский и казалось бы все здорово но я понимала что еще не супер уровень когда я вернулась я уже пошла на следующий год попроще школу потому что american центр ну очень сложные иногда были я первое домашнее задание делала ну вот шесть часов это не сильно клёво он какой-то мужик остановился наверное хочет что сказать странно уже наверное ничего не хочет поехал посмотрел среди стекол темных что женщина идет белая и уехал ну главное чтобы это не полиция была потому что я без маски иду на в принципе я иду возле моего дома гуляю так вот пошла и в 2010 в 2011 году в школу easy english и находится на накловской там тоже были хорошие знания он попроще было домашним заданием так не давили тоже было все здорово отлично нас группе он всего шесть человек было преподаватель олег олежка тебе привет и после этого я уже поехала в америку на месяц в лос-анджелес жила в семье все мне казалось так круто так всех понимая но не совсем конечно понимаю из из веселой истории про америку я впервые прилетела же лос-анджелес так классно вещи бросила поспала пошла гулять встречала меня женщина я жила у женщины беверли чудесная афроамериканка у нее всегда весь дом полон родни такие все классные муж у меня вообще знаменитый бейсболист бывший или американский футболист мы так классно общались в общем взяла я фотик пошла по окрестностям и дошла вот через два часа аж до кладбища красивое кладбище лос-анджелес я его так за фоткала за фоткала и так прихожу а мне спрашивают ну да докуда ты дошла а я не знаю как будет кладбище по-английски тогда еще не знала но это слово я теперь запомню на всю жизнь я начинаю сообразить как бы им сказать и говорю в этот people sleeping говорю где мертвые люди спят а у них в семье такие лица такие это канул зис зис vd people sleeping они потом поняли так смеялись семитары кладбище будет семитаре вот такая смешная история тоже в америке я классно провела время каталась на серфинге все было здорово и потом еще и закрепляла закрепляла свои знания я очень люблю читать я читала книжки на английском очень классно гарри поттер реально хороший язык изи и сумерки после этого я еще у меня есть любимая крестная она хорошо знает английский она преподаватель она ведет также частных учеников и особенно разговорные с не закрепляла как ставить вопросы это очень важно в английском вот все казалось я выучил английский мы с крестной подготовились к собеседованию статьи резюме и письмо обращение мне помогала составлять сестричка валя спасибо и вот сложилась ситуация что я прохожу собеседование и наконец-то еду на работу в эмираты кстати про собеседование читайте вот здесь вот подсказка заходите и читайте ставьте лайк пожалуйста вот еду я в эмираты уже приезжаю начинаю общаться с людьми и понимаю я ни хрена не знаю я не знаю английского я их не понимаю я не могу свои мысли выразить это ужасно было это было так ужасно у нас многие хелперы школе хелпер это помощник который убирает территорию ставить столы и стулья многие хелперы знают английский лучше меня немногие а все потому что они в основном из филиппин филиппинах второй язык английский они так здорово его знают мне так стыдно было я магистр я не знаю английский ну знаете что я сделала собрала жопку в кулак стала общаться стараться говорить побольше смотреть побольше роликов на youtube особенно какие слова отличаются какие выражения использовать использовала эти выражения иногда на руке писала 5 новых выражений записывала и использовала их и в конце концов я разобралась и стала говорить нормально на английском но честно надо верить себя надо делать все самое лучшее что ты можешь есть ты хочешь этого добиться скажу сразу хотите выучить английский полюбите его вот такая у меня сегодня история такой разговорный формат надеюсь вам понравилось поставьте лайк позвоните в колокольчик чтобы вам приходили мои дальнейшие видео посмотрите мои остальные видео всего вам доброго будьте здоровы